Скорее всего нужно ставить одного из коней на d4. Вопрос в том, какого? Это довольно сложно. Не тривиальный вопрос. Есть аргументы в пользу обоих ходов, но опять-таки должен делать уже любой. На самом деле времени нет. Хочется, конечно, повыбирать. Ладно, сыграю все-таки конем с b5. Есть b4, и мой соперник провел, но я должен брать на b4. На c5. На fc5 конь d7 крайне неприятно. Поэтому, наверное, надо брать на d5 сразу, на cd-effect c5. Можно ли там рассчитывать белыми на какой-то перерез? Наверное, можно, на самом деле. Сыграю слон d5. А3, но здесь можно выменять слонов. По-моему, это полный комфорт получается. В общем, в кои-то веки на некоторых, по крайней мере, досках мои позиции становятся более жизнеспособными, но, конечно, 3 минуты против 24 это сурово. По-моему, теперь мы должны брать на d4, допускать конь е6, после чего получается равный ладей няньшкой. Здесь просто король h1. Сыграю ладей в 8. Теперь уже точно можно. Ну, все-таки есть добавка 15 секунд. Постараюсь делать ходы быстро. Вроде бы, в большинстве позиций удалось решить дебютные проблемы, которые были серьезными. Будем бороться. Кстати, не уверен, что все партии продолжаются. Может быть, какой-то у меня упал флаг, но проверить это никак не могу пока. Наверное, мы об этом всем узнаем ближе к концу сеанса. Ну, тут на отступление ферзя на g4 есть ход ферз d6, такой общего укрепляющий, придерживающий черные поля. Меня, конечно, напрягает возможность конь е4 из-за соперника. Будем смотреть по ситуации. Может быть, на ферзе g4, поэтому не стоит играть ферз d6. С той стороны что делать? Так, здесь лун c5. Беру лун c5, разумеется. Можно попытаться попритендовать черными на перерез, как-то залезть ладью, возможно, по линии d. Если белые меняют, меняемся на d1. Пока у них неприятная тактическая слабость на h2, то есть пешка защищена всего лишь один раз. Кое-какие перспективы в этой позиции есть, хотя, конечно, объективно она очень близка к равенству. И более того, если я здесь не буду соблюдать аккуратность, белые тоже могут накатить своими центральными пешками. Ну, точнее, пешечным большинством на королевском. Видите, 4 на 3. У меня есть 3 на 2 на ферзевом, но они пока выполняют, скорее, сдерживающую функцию. Но все-таки при настолько активных, хорошо расположенных легких фигурах должна быть у меня более-менее нормальная, комфортная позиция. В какой-то момент, возможно, есть смысл рассмотреть ход g5, придерживающий королевский фланг, хотя с ним спешить явно не стоит. Ну, ждем, ждем ходов от соперника. Судя по всему, пока на всех досках. Именно за ланцем 5500 очередь хода. Так, цун d7. Ферзев 4 с главным тактической угрозой. Мой соперник от нее защищается. Могу сказать, g4 заморозится в его слона. Конь на 6 тоже будет себя чувствовать не в своей тарелке после этого. Я могу взять на c6 после слона c6, конь d4. Слон d7, видимо, обратно. Ничего хорошего там до меня не выходит. Поэтому пока просто сыграю действительно же 4. Будь что будет. Тут ладо d4. Наверное, надо играть конь e6. Слон c2. Надо выбрать 3 ноля или пустон d8. Ну, 3 ноля, наверно, посильнее ход. Фикс e3. Победу фиксам d6, возможно, на e5. Опять-таки, удается пока более-менее держать время, но потихоньку-потихоньку оно все-таки у меня приближается к нулевой отметке. Флаг будет держать тяжело. Да, эта позиция, конечно, никак не радует. У черных здесь небольшой перерез. В лучшем для меня случае может быть перерез большой, пока трудно понять. Ну, а то, что у белых хуже, это совершенно очевидно. Дядя d1. Есть смысл все-таки взять эту ладью. Пользуясь тем, что ладья бьет d1, ответ невозможен. Ждаю ответа. Конь бьет d1, поэтому... Не знаю, как конкретно буду раскручивать эту позицию. В плане игры на победу, наверное, никак. Ну, может быть, конь d7, конь b6, конь c4, как-то ли конь d7, конь e5, куда-то на c4, на d3. Должен быть полный порядок у меня. С позиционной точки зрения. С точки зрения расходования времени, разумеется, ни о каком порядке речь не идет. Я не совсем понимаю, о чем мы спиртинг думаем. То есть, что он d1 ход невозможен. А, ну, я, конечно, на самом деле, есть простое объяснение. Просто здесь не его очередь хода. А так-то взятие... Точнее, не то, что не его очередь хода, а сейчас мой оппонент просто думает над ходом в другой партии. Здесь слон d1 невозможно по причине конь d3. Ладья d1 невозможно по причине ладья h2. То есть конь бьет d1 вынуждена. Действительно, судя по всему. Во всех партиях ход моего оппонента. Подопишут их 5. То есть, видимо, где-то флаг все-таки упал. Не могу понять, в какой это партии произошло. Так, ну, это 1. Это 2. 3. 4. 5. А, нет, 6. Видимо, я вас обманываю. На самом деле, все 6 продолжаются. Слон b5. Ну, висит ладья. Я обязан играть ладья. И 1, судя по всему. После сон c4 пешка теряется. Получаю худшую позицию. Уже 1. Не самые очевидные маневры. То есть, ну, не знаю, мне... Мне очень нравится, как в стадию партии проводит мой соперник. Могу ли я попытаться бороться уже за перерет? Черный минар, но могу после конь d4. Здесь конь d4 последовало. Кем мне брать? Наверное, все-таки конем. Что там, c5 может случиться в ответ? Да, c5 невероятный ход. Ну, хорошо. Сыграю d4, делать нечего. Здесь обязан играть конь c3. Судя по всему. Конь bd1. Так, тянуть ладью в центр. Наверное, пока не стоит. Сиграю конь d7. Иду коня на e5, на c4. Или на d3. Я 4. Наверное, стоит взять f4. 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 По-моему, первый шаг во всех партиях. То есть в шести партиях. Индивительно, 22-й ход. В одной из них это первый шаг. fd2. Соперник выходит в пассивную оборону. По-моему, это, конечно, не было вынуждено. Но белая сена очень надежная позиция. Пробить нее будет крайне трудно. Краффер g3. fcd. Вполне ожидаемо. fc5. xb4. Да, вот это, по-моему, наибольшее опасение. Вызывается с точки с точки с чисто шахматной точки зрения. У белых, у черных явный перевес. И как раз-таки не только на часах, но и здесь, и на доске тоже явный перевес. Вот я на 1 совершенно никакой функции не выполняю, полезной. Можно перестать ее на 1. Но там черный сыграет А5 и зафиксирует. Тоже крайне неприятную для меня позицию. Не видно четкого способа здесь спастись. Наконец-то. Снц3. Может быть слон d6 сыграть. И вот в том разнотрете поискать ничьей. Можно и не найти. Сн3, бац, а конь d5 неприятно для меня. В общем, надо как-то ходить. Хода не видно. Сыграю ладьер c1. Немножко бестолково смотрится. Уже 50 секунд на часах в этой партии. Введу коня на e2. Так, там слон g4 может пройти. И конь g4. Там ладьер f1 в конце, ну хорошо. Что-то я на e2 сыграю. Конь d7. В этой позиции, не странно, получился некоторый перерез. Хотя дебют оставлял желать лучшего для меня. Наверное, наиболее амбициозно здесь ферз b4. А потом попытаться поиграть против этого изолятора. Ферз d5 тоже неплохо смотрится. Он там после коня f6. Черные, скорее всего, близки. Все-таки к полному уравнению. Возьму на b4. Ну, это, конечно, было ответственное решение. Но, опять-таки, нет времени там, чтобы какие-то нюансы проверять. Так. Поведу ладью на b8 или на c8. Наверное, большой разницы нет. Соград ладью для b8. Так, f4. Скорее всего, код b6. Конь d3 последовало. Может быть, поэтому ладью 8. А, или кодь f6 тоже. Ладно, времени нет. Сыграю код b6. Здесь конь g4. Удар последовал. Могу пытаться отскочить путем ферз f4. Если я возьму, все-таки что произойдет, пока мне не совсем ясно. Поэтому уберу. Флаг падает. Ладья 1 каких-то непосредственных угроз не создает. Поэтому сыграю h6. Форточка может пригодиться. При случае. В черном все-таки должен быть здесь минимальный перерез. За счет того, что конь d4 активнее своего собрата на g1. Но какие-то здесь четкие решения находить с двумя минутами, которые, не забывайте, еще стоит поделить на 6. Потому что 6 партий продолжается, конечно, довольно тяжело. Потихоньку-потихоньку ланс тоже начинает подседать по времени. Но, конечно, в 16 минут против 2 это все-таки заметный перерез. Конь d7. Да, конь идет на c5. Крайне-крайне неприятная позиция. Ладья 1 был ход абсолютно мимо кассы. Ну, если честно, я понял сразу, как только его сделал. Пытаюсь убрать слона на d4. f6 неприятный ход. Один из многих. Наверное, еще не проигранная, но уже очень тяжело. Просто даже конь c5, видимо, заставляет меня менять этого слона на коня. Остаются два коня против двух слонов на два фланга. Позиция близка к проигранной. Особенно повторюсь с учетом расхода времени. Конь e3. Попытаюсь, наверное, забросить одного из коней на a4. Вопрос какого. В общих соброживаниях хотелось бы коня b. Но вот не факт, что после b4 там у меня есть достойный ответ. Так, где-то там мой оппонент уже сделал ход, поэтому сыграю конь c на a4 все-таки. Так, здесь конь f6. Как бы мне поточнее придавить изолятор. Наверное, просто ладят 1 пока. Принял т10. Ну, тут, конечно, позиция для белых безопасная. Ну, не более того, конь e2. Хочется уже искать какие-то тактические возможности. Ладя f2, например. На конь j3 ладя d2 с перевесом. На ладя f2 ферзи f2 тоже, наверное, с перевесом. Сыграю ладя f2. Ну, не факт, что сейчас я не земнул. Ну, грубо, что-то. Времени опять-таки разбираться нету. Так, просто он g4. Не дооценил эту возможность. Возможность-то, видимо, очень сильная. Потом пешка идет вперед. Времени совсем нет. Хорошо, сыграю конь c3. Тут понятно, что никаких шансов на спасение нет в этой позиции. После f6, e4. Пытаюсь хотя бы обеспечить сама на поле e3. При случае он все-таки будет меняться там на этого коня на c5. Ну, скорее всего, первое поражение вот уже несколько секунд до него осталось. Потому что сейчас меня переключат на какую-либо другую партию. В остальной партии, где ланс пожертвовал фигуру на g4, и у меня просто упадет флаг. Просто упадет флаг, а4... Ну, наверное, можно f6 поставить. Полезный, минимально полезный ход. Ну, тут по большому счету, конечно, обсуждать нечего. Позиция абсолютно мертва, нечаянная. Наверное, я могу тебе нечую предложить, потому что... Чем меньше партии, тем больше у меня шансов, да. Потому что удастся победить хотя бы в одной, но в настоящую секунду это выглядит мало, вероятно. Потому что уже на секундах приходится играть в каждой из партий. Ну, пока, пока мой оппонент ищет, как же меня тут добить. Ну, тут явно не должно быть сложной задачи. Я попытаюсь тут пощелкать позиции, понять, что происходит. Ну, в принципе, да, в пяти из них... Точнее, в четырех из них все неплохо. В одной позиции явно проигранная, в другой просто тяжелая. Так, b4 сыграно. Теперь, конечно, надо бы как-то на c4 переставиться. Может быть, я сразу это сделаю. f6 там вряд ли катастрофа для меня. Хотя слегка неприятно. Конь c3 или конь b2, такой выбор. Опять-таки, нет времени погружаться в позицию. Сыграю конь c3. Совершенно не очевидно, что это было правильно. h6, не допуская связки с ланжи 5. Наверное, мне надо было связать коня сразу. Трудно было это понять на секундах. Так, ну f4 совершенно бестолковый ход. Просто я услышал какой-то странный звуковой сигнал. Решил, что в одной из партий упал флаг. Ну да, судя по всему, так оно и произошло. Ферз d1. Если конь f3, я могу сделать ничью. Но, конечно, все-таки объективно здесь надо бороться за победу черными. Позиция позволяет сделать. Конь c2, какой-то удар есть. Наверное, это выигрывает просто партию. Так, ладей e4. Ладей d5 пока не проходит. Не знаю, зачем я поставил ферзан h4. Это был ужасный ход. Абсолютно ужасный. Просто не выдержал напряжения, связанного с ферзанхотом. Тут e5. Ввожу слона. Да, судя по всему, в одной партии все-таки время было просрочено. Не могу понять, в какой. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, пока все шесть продолжаются. Может быть, мой оппонент специально предпочитает не рубить ни флаг. Но это довольно благородно с его стороны. Тем более, что на результат матча не повлияет. А х4, я не знаю, как я умудрился сделать ход. Он совершенно не имел никакого смысла. Никакой логики в нем не было. Куньдаддинг, к сожалению, не единственное возможное взятие. В противном случае, висело на c3. Ну, здесь чертеп, вторую ладью подтягивают. И получают материальный перевес, позиционный перевес. В общем, все в одном флаконе. Король f3. Здесь, конечно, белые не потянули ни на какой перевес. Ни на позиционный, ни на материальный. Позиции, скорее всего, для них дело держится. Фигуры централизованы. Не должно быть сильно плохо. Ладно, я попытаюсь поставить ладью в центр Так, тут уже флаг подвисает совсем На А3 или на Ф1 На А3 или на Ф1 На А3 Конь С5 Наверное, должен дать коня Ладья А4, да, здесь пешку просто съели Наверное, пытался мой оппонент разгадать хитрый замысел Что, ну, казалось бы, такую пешку просто невозможно зевнуть Но я все-таки смог это сделать В делах сохраняются какие-то шансы на спасение Ну, конечно, учитывая, что пару ходов назад борьба шла за перерез Это не самое выгодное для меня изменение Конь Е3 Можно подводить предварительные итоги Что я оказался совершенно не готов к данному формату Начал играть быстро Только в самом конце сеанса Позиции, в принципе, были более-менее Жизнеспособные Но Про ситуацию С временным контролем Того же сказать нельзя Ладья Диадин с Ломб3 неприятно Могу попытаться там пойти в какую-то контр-игру Но мне в нее не очень верится С какой стороны что делать Сыграл Ладья Диадин На Слонб3 может Ладья Д3 пока отвечу Некоторые шансы на спасение здесь сохраняются Наш 4 Ладья Д2, наверное, она должна играть все-таки Сыграл Ладья Д2 Наш 5, в конце 4 Неприятно, что на пешкаре будет проходной Может быть мне удастся раньше добиться какого-то прогресса. В основном б3 еще ход есть, тоже неприятный ход. Опять-таки здесь должен быть полный порядок у черных, но у белых сейчас появятся определенные контр-шансы, я с ними скорее всего не совладаю. Ничты, могу ли я отыграть материал и сделать ничью, пожалуй нет. По крайней мере сразу точно нет. Где-то мне дали шах, а вот в этой партии ферже 4 тоже наверное зевок, что скорее всего что-то подставил, но испугался, что вот здесь упадет влаг. Для чего я испугался, не совсем понятно, здесь все равно позиция абсолютно проиграна. Надо было отступать действительно на f1. Так, ферзи e1, здесь позиция редкий островок благополучия для меня, она видимо с большим-большим перерезом, у черных сыграла df8, слон b3 последовала со стороны моего соперника. И что мне делать, не совсем ясно, а я d3, слон f7 не проходит. На f6 слон f7. Да, неожиданно, может быть мой оппонент тут перехватил. f6, все-таки ферзи g5. Он должен менять ферзей и пытаться отыграть пешку d и сделать ничью. Шансы на этой, кстати, довольно велики, видимо пешка отыгрывается. В лучшем случае у черных останется лишняя прохода, которая не должна никуда пройти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok